Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 15 август. Так как у меня день заготовок, я вот рассказываю вам о различных рецептах, которые я применяю, которые мне больше всего нравятся. Я уже рассказала про десертные, что я и кусочками, и цельноплодные, вот такие, которые самые сладкие, заливаю десертным составом. Рассказала про классические ассорти, когда у нас помидоры и томаты, то делаем поровну соли и сахара. Кто эти ролики не видел, они как раз вот перед этим будут. И сейчас я расскажу о пикантном рецепте, называется томаты дольками пикантные. До этого я рассказывала, томаты дольками десертные, но не все любят сладкое. Некоторые хотят, чтобы вот, например, эта солонина консервация была именно такая, какая она должна быть, соленая, то есть много сахара не любят. И вот для них вот этот рецепт очень хорошо подойдет. Он на основе классического рецепта, я уже рассказывала про классические рецепты, там где сахара одинаково вместе с солью поровну. Что вот эта нотка сладости, она не выступает вперед, больше кажется, что как будто соленые. Я рассказывала вам про классику, что в классике мы всегда только перец добавляем, только гвоздику, лавровый лист, соль, сахар и уксус, ничего больше. А вот такой рецепт, как пикантный, там добавлено все, еще много чего, сейчас расскажу вам. Вот он так же, как десертные дольками, это уже готовая закуска, то есть это салат на зиму. Если вы заготовите, его можно потом открыть, даже во время праздника или когда гости придут, просто вот так вытряхнуть в салатник. И все вот это полностью, там у нас и лук, и помидоры, и чеснок, все растительное масло, полностью готовая еда. Сейчас я вам рецепт поставлю. Рецепт из этого же русского дома, уже более 20 лет я им пользуюсь, очень хороший, вкусный. Это вот в противовес тому, который десертный. Хотите, делайте дольки десертные, хотите, делайте дольки просто вот такие классические. Ну, классики добавили тут у нас, добавлено и растительное масло, и чеснок, и лук. Это не совсем классика, а уже идет она как пикантные. Вот рецепт. Как всегда читать не буду, дам вам возможность самим прочитать, потому что это очень долго читать. Кто захочет, остановит видеокамеру, ой, ну видеоролик на этом месте и прочитает. Самое главное, что хочу обратить внимание, что этот рецепт именно на основе классического, то есть, тут на литр воды мы берем 2 столовые ложки соли и 2 столовые ложки сахара, то есть, они будут не вкусные, не сладкие, а именно соленые. Если до этого десертные, они будут сладкие, а вот эти дольки будут более соленые. Также тут накладываем, добавляем и растительное масло, и все прочее, там лук, чеснок, все это перекладываем. Тут и лавровый лист, и гвоздика, тут все-все-все, вот именно будет пикантная закуска из томатов. Вот на такие закуски, я хочу вам, ну тем, кто новенький, кто только начинает дать совет, вот на такие закуски можно использовать все вот эти поздние помидоры, которые, например, деформированные, которые треснутые. Я всегда говорю, что я трещину на помидорах не считаю недостатком, пожалуйста, вот на такие заготовки. Трещинку обрежете, порежете, все, прекрасная заготовка, она идет, не только такие треснутые, их можно не только на хреновину, как некоторые, или на томатную пасту, различные вот эти вот. Есть пикантные, есть острые, есть десертные рецепты. Рецептов очень много, делайте, потому что, еще раз повторю, что не самое главное вырастить урожай. Иногда бывает такое благоприятное лето, что само все прет, все вырастает. Самое главное сохранить все это, закатать, приготовить вкусно, разнообразно, чтобы у нас на столе не только были вот такая вот, ну как, традиционная саванина, чтобы были всякие закусочки, заправки борщевые, подливы, я делаю для макарон, кетчупы, всякие вот эти аджики, типа тещин язык там, острая, кобра, все. И вот кто пишет, у кого перец сладкий, переопылился, превратился в острый, я даже удивилась, что женщина написала, что я его порезала, курям выбросила. Как не применить острый перец? Для острого перца столько всяких заправок, закусок, подливок, к мясу приправ. Это огромное количество, я в конце, когда у меня острый перец вызреет, я вам обязательно покажу очень много аджик, которые, они и съедобные, и такие остренькие, на основе вот сладкого, горького перца томатов, все последние томаты, пожалуйста, вот в острые приправы, в острые закуски, которые к мясу, к пельменям, к макаронам, ко всему идут. И вы будете, как, ваши блюда будут разнообразные. Сегодня макароны сделали с отбивной одну подливку, такую остренькую, завтра сладенькую. Вот эти на основе томатов, всякие подливы и заготовки, они сильно хорошо могут разнообразить наш стол зимний, потому что стол зимний у нас меньше фруктов, меньше овощей, все это наше, снегом покрывается наша земля, достаете из погреба три разных приправки, и все, на неделю у вас разнообразие на столе есть. Ну все, я разговаривала, до свидания, с вами была Ольга Чернова, на эту тему говорить могу бесконечно, про заправки, про закуски, про переработки, про разные вкусы, разные добавки. Все, до свидания. Все надо использовать, даже и острые перцы, и лопнутые помидорки, и недозрелые, и перезрелые, все у нас пойдет в ход. Продолжение следует.